Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы продолжаем комментировать наиболее важные и интересные события в жизни нашей республики. И в начале по традиции я представлю гостя и назову тему. Итак, 860 миллионов рублей в этом году власти Дагестана выделят в том числе и на благоустройство парка Ленинского комсомола, территорию Литавского леса и набережной Махачкалы. О том, как сделать наши парки и скверы комфортными, удобными, красивыми и полезными для людей, поговорим с нашим гостем. У нас в студии Загирбек Асадулаев, доктор биологических наук, профессор, директор горно-ботанического сада Федерального исследовательского центра Российской академии наук. Загирбек Магомедович, ну вы абсолютно счастливый человек, работаете среди цветов, деревьев, природы и всей этой красоты. Конечно, очень удачно вы себе профессию выбрали, можно позавидовать. Ну, первый вопрос. Смотрите, прежде чем говорить о самих парках, которые есть и которые должны быть в наших городах и районах, наверное, все-таки интересно будет узнать, а где они у нас есть, а где их нет. Пожалуйста, я просил вас подготовиться к этому вопросу, что удалось узнать. Прошу вас. Ну, в целом, я посчитал, зашел на сайте городов, вот, прочитал мнение людей. Где-то 38 парков общих по республике. 38 парков. 38 парков. Это в городах? В городах. В городах. Без скверов, без маленьких таких участков, 37 парков. То есть у нас... У нас 10 городов. Да, да. В некоторых городах их два парка. Один парк Сухокумский. Многие города, эти парки я видел, сам посещал. Специально поехал в Дербинскую набережную, посмотрел, как. Ну, относительно того, что было, конечно, большой прорыв вперед. Набережная Дербинская, если ты нигде больше не был, приехал туда, впечатляет. Но если вы были набережной в Ялте, например, набережной в Ростове, ну... Или набережная Батуми. Оставляет Батуми. Или набережная Баку. Оставляет желать лучшего. 20 километров набережная Батуми. 20 километров набережная Баку. Мы здесь тоже говорили, предлагали властям сделать набережную от Махачкалы до Каспийска включительно. Это 20 километров. Да, в Дербинской, смотрите, я бы как сделал, как я вижу. Вот вы, наверное, были в Крыму. Южный берег Крыма. Чем он прекрасен? Там кипарисы растут. Уберите кипарисы. Это типичный, вот, на Ротубинской хребет в сторону Махачкалы. Те же щебляки, дубы низкие. Вот бы набережная Дербинка, везде, где можно посадить сосны, эльдарскую сосну. Вот берег моря, сосновые рощи и курортная зона. А вот саму трассу от Дагестанских огней до поселка Вавилова вдоль дороги посадят кипарисы. Это совершенно другое восприятие, совершенно другая... Так, значит, Дербинские парки вам понравились, да? Очень много негативного, недоделанного, значит, оставляют делать ночью. Понятно. Надо работать, видимо, не хватает. Так, какие еще парки, где видели, расскажите. Давайте Махачкалинский. Давайте Махачкалинский, да. Потому что это актуально, город разрастается. Наверное, нет жителей в Дагестане, которые не имеют здесь дома или квартиры. Люди приезжают. Вот если вы центро возьмете, здесь более-менее как бы есть. Здесь, ну, в парке они... Для чего они существуют? Ну, если объединить все функции, основные это три. Культурно-просветительская, фитосанитарная и рекреационная. Вот если мы возьмем северную часть, там поселок Ватан, поселок Семендер, поселок Леникет. По моему подсчету, где-то 150 тысяч, наверное, социалисты знают, им куда пойти. Там ничего нет, да? Ничего нет. Если там ботанистский сад университета, он нуждается в больших вложениях. Город на это не смотрит. Потом, работу, которую сами озеленитель делает, она как бы не имеет системности. Понятно. Парк Ленинского комсомола вот здесь, недалеко от нас, на Гаджиево, да? В общем, проблема одна для всех парков. Вот не предусматривают перспективы развития и взаимодействия деревьев, которые там растут. Вот, например, посадите иву или вавилонскую спиралевитку. Но вы как доктор биологических наук рассуждаете, вас интересуют деревья, ивы, тополя, я не знаю, платаны, все это, да? Нас, в принципе, граждан республики, граждан городов, интересуют нас, чтобы этот парк вообще был. Понимаете? Чтобы там деревья росли. Без разницы, по большому счету, какие деревья, да? Посадите хорошие, красивые деревья. Ну и спасибо вам на этом. Ну, главное, чтобы эти деревья были, да? Ну вот сейчас, смотрите, вот вы говорите парки, вспоминали парки Крыма и Ялты, да? А до этого мы с вами по телефону говорили, вы вспоминали парк Сокольники в Москве, да? Конечно, да. Парк имени Горького, Измайловский парк, да, в котором можно заблудиться, да? Более того, я много раз встречал наших чиновников в Кисловодском парке. Опять-таки, шикарный парк, да? Знаменитый парк. Вот. А если назвать Краснодарский парк, парк Голицына, который очень многие считают лучшим парком нашей страны, на самом деле, произведение искусства, да? Вот этот бизнесмен, меценат Сергей Голицын, он в этот парк вложил и душу, и сердце, и всю свою любовь, и всю свою страсть, эмоции, понимаете, все, это видно, потому что там каждое дерево, каждый цветочек, каждый кустарник, он растет, понимаете, ну просто непонятно, как вообще это все живое, и все это растет. Такое впечатление, как будто это нарисовано. На самом деле, это полный восторг. И вот простой, простой вопрос, почему там, и почему не здесь? Почему мы довольствуемся вот этими парками, которые у нас есть, и которые вообще в сравнение не входят с теми парками, о которых я сказал, и которые вы назвали? Почему такая большая, огромная разница? Ну, первую причину я уже назвал, потому что климатические условия другие. Нам, то, что они рубль вкладывают на уход за деревьями, нам надо 2 рубля вкладывать. Это одна сторона есть. Другая сторона, видим общий менталитет наших людей. Мы в целом еще не стали горожанами. Мы только приехали из гор, большая часть людей. И мы Махачкалу воспринимаем как место проведения времени проживания, не как родину. Вот это отношение, наверное, потихонечку будет меняться. В этом направлении, наверное, надо работать с садиком, школой и так далее. Общая культура отношений к городу, к среде, мы которым живем, мы вот назвали урбанная экосистема, она должна быть внутри нас. Можем мы найти мацината, который, как в Краснодаре, вложит свои средства и создает такую инфраструктуру? Почему бы не объявить конкурс на территории Ильтавского леса, чтобы частных взял? Но предположительно, чтобы она хотя бы в ближайшие 50-60 лет функционировала как парк с обязательствами. Если найдет такой человек, вложит туда душу, это будет его имя, его парк. Надо привлекать частных инвесторов. Ну вот, смотрите, тоже почти миллиард рублей вкладываются. Вот и Ленинский комсомол парк, Ильтавский лес. Вот опять-таки, да, Ильтавский лес. Ну хорошо с нами, журналистами, не посоветовались, нам ничего не сказали. Вам хотя бы, с вами хотя бы советуются? Нет, к сожалению, не советуются. Объявил город грант на изучение флоры Ильтавского леса. Выиграли ботаники Дальнего Востока, сидя там, составили этот список, отправили сюда. То есть, а вы биологи, ботаники? Кафедра ботаники в университете, ботанический сад, федеральный исследовательский центры. К нам обратиться. А вы участвовали в тендере? Мы не знали, у них как-то это проходит. Понятно, понятно, понятно. Ну, в любом случае, конечно, так нельзя. Нужно заниматься нашими парками, нашим лесом. Кроме того, да, у нас еще вот не так давно мы отвоевали, отстояли озеро Агель, да, и прилегающий большой сквер, да, опять-таки. Общее отношение городских властей, исполнителей к своему городу, вот это надо изменить. Я вам пример приведу. Существует утвержденное городским собранием правило благоустройства города Махачкалы. 22 страницы. Вы его прочитайте. Это что-то непонятное. Ну, по крайней мере, вам, ученым, там много что непонятно, да? Да, огромный раздел посвящен озеленению крыш домов. И предусмотрены какие-то виды, которых даже нормальный ботаник, не знаю, боярищник Даурский, боярищник Максимовича, боярищник еще какой-то. Откуда они это название взяли? Надо же мобилизовывать ученых. Обязательно нужно, смотрите, да, ну вот парк 50-летия октября, парк Ленинского комсомола, да, сейчас занимаются сквером Фазуалиевой, да, Радобский бульвар. Ну, в принципе, много, да, и скверов тоже много в нашей Махачкале. Всем этим нужно заниматься грамота вместе с нашими дагестанскими учеными. Если надо приглашать других ученых из Москвы, ради бога, приглашайте, пожалуйста, да. Но в результате мы должны видеть, что все красиво, удобно для людей, вот, и сделано все правильно, да, правильно с точки зрения науки, да. Смотрите, идем дальше. А вот вы сказали, по городам у нас там 30 небольших парков, да, по городам. А районные центры? Районные центры, я вот принес с собой небольшой материал, вот, есть энтузиасты, которые хотят что-то делать в районах. Вот, например, в Казбековском районе было предложение создать там парк специальный из секвой и дендронов. Это великолепные деревья, в Крыму такие парки есть. Но, к сожалению, главы районов к этому делу относятся очень холодно. Вот, не обращают на это внимания. Конечно, вот, вы, наверное, были в Левашах, вот, около речки Чуглинка, когда подъезжаете к Леваши, в 60-е годы был искусственный посажен сосновый лес. Он начал плодоносить и разрастается весь склон сейчас в сосновом лесу. Это удивительно красивое место. К каждому районе, главе администрации, какие-то в Кулинском и в Лакском районах тоже какая-то работа начинается, пробуждается какой-то интерес. В Хиб, да, я был в Шамильском районе, я там видел тоже вот парк. Ну, это еще советский парк. Советский парк, советский парк, еще были вот эти фигурки там стояли. Еще самое интересное, вот, Махачка, если возьмете хорошие парки, это дореволюционные парки. Советский парк построенный парк не очень маленький. Смотрите, да, то есть в Советском Союзе, в нашей стране, да, смотрите, какое внимание уделялось паркам и скверам, да, то есть в каждом районном центре должен быть парк. И он был, да, он был. Вот, вы знаете, я все-таки считаю, что к этому нужно вернуться, обязательно вернуться, потому что это вопрос политики, это вопрос национальной политики, это вопрос, значит, который связан с туризмом, воспитанием, конечно, конечно. Изменение климата, сохранение наших горных склонов, водообеспеченности рек, много вопросов увязанных с лесистой территории, над этим надо работать. Это нужно обязательно сделать. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о развлекательно-досуговой инфраструктуре в наших парках, здесь, пожалуйста, что можно сказать, почему ее так мало? Ну, вот в этой части я не специалист, конечно, не могу сказать. Но она должна быть. Обязательно должна быть. Она должна быть, потому что люди приходят, с детьми приходят. Вот в Тверском ботаническом саду до утра мероприятия расписаны, ботанический сад, он в городе находится. Там и обсуждение звездного неба, там обсуждение каких-то проявлений ранних, утренних проявлений, дети и так далее. До утра расписано функционирование по разным направлениям. У нас тоже что-то должно быть этого. Ну, менталитет народа тоже, видимо, сказывается. Нет, не знаю, не принимаю я этого аргумента, потому что вот и в Советском Союзе, и сейчас, вот когда у нас праздники, когда у нас праздники, вот тогда у нас в парках вся развлекательно-досуговая инфраструктура есть. Когда у нас в парке и концерты, и какая-то торговля, и какие-то угощения, да, и дети играют, и взрослые по праздникам, да. В других парках, о которых мы с вами говорили, в других субъектах Российской Федерации, эта структура работает постоянно, да. Опять-таки, да, важный, главный аргумент. Если у нас будут парки в наших районах, районных центрах, да, это означает, что наши аграрии, наши жители наших сел, да, после работы смогут приехать к себе в районный центр, прийти в этот самый парк и заниматься теми любимыми делами, которыми они хотели бы заняться, да, встретиться со своими коллегами, да, поиграть в шахматы, чай попить, я не знаю, там, боулинг, да что угодно, да. Одним словом, одним словом, людям будет интересно жить. Там маленький, я извиняюсь, есть маленький нюанс вот в этих вопросах, вот, например, история, Россия, моя история, по-моему, новый этот комплекс построили, перед ней посадили деревья, вы знаете липа, сколько стоит, который туда посадили, 30 тысяч. Одно дерево, да? Одно дерево, эту липу можно выращивать за два года, создать свой питомник за 2 тысячи, 3 тысячи. Доступность посадочного материала – один из аргументов. Надо, наверное, создать современный хороший питомник, который будет предлагать. Для Хунзаска у Реона одни растения, для Сухокомска другие растения, с учетом климата и так далее. Специализированный питомник в доступной цене саженцы будут, это все начнет работать. Понятно, понятно. Ну, вот вы видите, вы же биолог, вы специалист по деревьям, поэтому вы всякий раз стараетесь говорить о своем, о родном, о близком и понятном, да. Ну, я так понимаю, что главный итог нашей программы, вот я готовился к передаче, я считаю такой, да, надо поручить одному из вице-премьеров или всем вице-премьерам, я уж не знаю, там, как руководство республики решат, ну, я считаю, что в течение одного-двух лет нужно создать парки во всех 10 городах дополнительно и во всех 42 районах, как это было сделано в эпоху Советского Союза. Это нужно сделать для людей, это нужно сделать для детей, для здоровья, для того, чтобы эффективно бороться с процессом урбанизации. Вот это все нужно сделать, обязательно. И не забыть про развлекательно-досуговую инфраструктуру. И поднять процент лесистости городов до 20 хотя бы. Конечно, конечно, конечно. Понятно. Загирбек Магомедович, вам спасибо большое. Ну что, главный вывод нашей программы, нужно развивать парковую систему в наших городах и районах, скверы, нужно за ними смотреть, убирать. И, пожалуйста, да, вот последнее, к сожалению, на последнее, вот смотрите, да, в наших парках, да и в скверах нужно устанавливать, я прошу прощения, туалеты, правильно, да? Сейчас это очень обсуждаемая тема. Вот я недавно обратил внимание, в ужасном, отвратительном состоянии туалеты в наших парках, да? Хотелось бы, чтобы вот посмотрели специалисты, чиновники, разобрались и изменили эту ситуацию. Это общие вопросы городской службы, они этим должны заниматься и учитывать. Загирбек Магомедович, вам спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, как нужно любить, как нужно беречь наши парки, скверы. Будем рассчитывать на наших ученых, на ваше студенчество, которые станут, может быть, волонтерами и также будут своими руками непосредственно, как бы, участвовать в сохранении и приумножении нашего богатства. Это наши леса, это наши скверы, это наши парки, это все то красивое, которое должно сопровождать нас по нашей жизни обязательно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что нас услышат. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы переходим к нашей второй теме. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу программу. Теперь вторая тема. Итак, Владимир Путин поручил всем образовательным учреждениям нашей страны уделить самое пристальное внимание подготовке специалистов в области информационных технологий. У нас в студии Заур Исмиханов, декан факультета информатики и информационных технологий Дагестанского госуниверситета. Заур Намединович, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Ну и, собственно говоря, тезис, который высказывают сегодня все чаще и чаще. И в нашей стране в том числе. Безопасность страны и экономики государства очень нужны специалисты в области информационных технологий. Пожалуйста, хотелось бы услышать ваши аргументы в пользу данной доктрины. Пожалуйста. Действительно, смысл данной доктрины имеет колоссальное значение для нашей страны. В условиях цифровой трансформации, когда на мировом рынке, на региональных рынках страны конкурируют уже совершенно в другой отрасли, в ином аспекте, цифровые технологии становятся таким ключевым конкурирующим фактором в борьбе за потребителей, за рынки. И мы говорим, и президент тоже отмечал о так называемом технологическом суверенитете. В основе его, конечно же, лежит развитие IT-отрасли конкретной страны. Это касается и оборудования, это касается и программного обеспечения. Это вопрос информационной безопасности, безопасности страны в целом. Развитие IT-отрасли в основе этого развития, конечно же, лежит кадры. Тезис кадры решает все. Он стал актуален в наши дни. Без соответствующих квалифицированных специалистов. Производить соответствующее оборудование, разработать соответствующее программное обеспечение и обеспечить эту самую безопасность нельзя. Поэтому тезис, доктрина нашего государства в области развития информационных технологий и обеспечения соответствующего кадрового обеспечения, это, конечно, является ключевыми факторами на сегодняшний день. Ну вот смотрите, опять-таки, да, тревожная цифра, которую бы хотелось озвучить именно сегодня. За последние годы из нашей страны выехало более 70 тысяч IT-специалистов. Вы знаете, тенденции оттока квалифицированных кадров характерны были для всего периода постсоветской России, поэтому здесь ничего удивительного нет. Это нормальные мегационные процессы, которые характерны для всех стран. Но, учитывая нашу экономику, учитывая то, что у нас отрасль, IT-отрасль, она в принципе не была развита спустя десятилетия после распада Советского Союза, эта проблема стала для нас актуальной. Те ведущие специалисты, которые были, они уезжали. На самом деле сейчас происходит следующее. Если бы они даже вернулись бы в двукратном, скажем так, количестве, да, вот в два раза больше, чем уехали за последние годы и за последний период, вот с учетом этих событий, все равно потребность на данный момент по разным оценкам IT-специалистов составляет до миллиона специалистов. На самом деле это большая цифра, это большая проблема. Это уже сейчас они нужны, да? Это уже сейчас, да. Но хотя в программе национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» там заложены были цифры, что потребности к 2024 году IT-специалистов для цифровой экономики будут составлять где-то до 500 тысяч. Но на самом деле уже сейчас эта потребность, она значительно выше. И вся нагрузка, конечно, будет падать на систему образования на всех ее уровнях, начиная со школы, заканчивая высшей школой. Самая большая проблема – это значительный разрыв между общим образованием, то есть школой и высшим образованием. Как вы понимаете, высшая школа, вуз – это потребитель тех обучающихся, абитуриентов, которые поступают со школы. И, как говорится, на основе некачественного, скажем так, сырья, качественную продукцию сложно, а в системе образования это еще актуальнее становится. Это первая проблема. Вторая проблема – это отсутствие так называемых таких горизонтальных связей систем образования и реального сектора экономики. Много говорилось о так называемом социальном партнерстве, когда реальный сектор выводил на рынок, скажем так, потребность в специалистах. К сожалению, такого взаимодействия между системой образования и реальным сектором нет. Это связано с неэффективным менеджментом вообще на уровне государства, и в целом, и региона в частности. Рынок не знает, где готовить этих специалистов. Система образования не знает, что нужно рынку. То есть нет диалога, нет взаимодействия. И в этом плане, конечно же, проблему надо искать в создании эффективной системы из трех, скажем так, сторон. Это система образования, это реальный сектор экономики, это государство. То есть государство должно становиться здесь как бы таким регулятором, ставить задачи, выявлять потребности, диктовать какие-то уместные, скажем так, как своевременные условия, с тем, чтобы это взаимодействие получилось эффективным. И совпало, наконец-таки, совпало такое. Было равновесие такое. Потребности рынка и возможности системы образования. Если такого баланса можно достигнуть в перспективе, если есть возможность оценок, допустим, на 3, 5, 7 лет вперед, то системные проблемы, они сойдут на нет. Судя по всему, из соответствующих министерств поступят какие-то системы оценки знаний, оценки знаний, квалификации по итогам образовательного процесса. И в школах, и в колледжах, и в университетах. Вот эта система оценки знаний и оценки преподаваний, она должна быть, и она должна реально работать. Потому как вы говорите о том, что на самом деле все сегодня готовят IT-специалистов, но вопрос, кто и как готовит. Нам нужны квалифицированные специалисты. И государство платит деньги для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов. Так что этот вопрос открытый, и этим надо будет заниматься, безусловно. Но опять-таки, если государство подает эту идею, подает этот заказ, то, соответственно, и контроль также будет, судя по всему, установлен. Вы говорили о горизонтальных связях, это как бы внутри республики, внутри одной образовательной системы, между школами, университетами и колледжами, это понятно. А вот что касается горизонтальных связей между образовательными центрами нашей страны, Сириус, Сколково и так далее, и так далее. Ведь это все будет способствовать же более глубокому изучению будущей профессии и подготовке кадров. Здесь насколько эти связи уже отработаны? Ну, эта задача поставлена во всех образовательных организациях. Интеграция с привлечением крупных образовательных организаций по профилю подготовки, ведущих индустриальных партнеров. Эта задача, я вот на примере скажу, вот опять мы возвращаемся к Дагестанскому государственному университету, потому что у меня там хорошо знакома ситуация, я там работаю и реализуем такие примеры. Вот мы в рамках такого подхода будем реализовывать со следующего года две образовательные программы с ведущими центрами. Первая образовательная программа это вот по направлению программной инженерии, где готовят разработчиково-программного обеспечения для наукоемких отраслей. Совместно эту программу мы будем реализовывать в рамках соглашения консорциума с МФТИ. Поэтому у нас уже как бы все готово, мы будем реализовывать. Другая программа в рамках магистратуры мы будем реализовывать совместно с Донским техническим университетом, тоже один из ведущих IT-университетов по IT-направлениям Юга России, не только Юга, но и в целом по России. Эту программу будем реализовывать по искусственному интеллекту. Тоже совместно у нас мы выигрывали с ними грант финансируемый. И будем на эту образовательную программу набирать до 20 абитуриентов, выпускников бакалавриата, с тем, чтобы освоить вместе с ними компетенции по искусственному интеллекту. То есть вот такие примеры. Это не просто важно, да? Это не просто важно, Заурн Амединович. Это и интересно, да? Совершенно верно. Когда ваши коллеги и когда студенты приезжают сюда, в Дагестан, когда вы едете в другие города и работаете, изучаете там систему, да? Это важно и интересно. Тем более сейчас, видите, мы в каких условиях нет возможности выезжать далеко за рубеж, как это было раньше. Ну, это все временно, это все вернется. Ну, а пока сейчас, да, нужно как бы вот интегрироваться с нашими ведущими центрами. Благо, они у нас есть, есть по всей стране. И, в общем-то, это достаточно серьезные центры. И, кстати говоря, в этой передаче просто мы обязаны с вами сказать о том, что вообще-то все мировые, ну, большинство мировых первенств по IT-технологиям выигрывают наши, российские ребята, да? Российские ребята, мы это видим практически каждый год, как, значит, по телевидению говорят, что вот приехала команда российских айтишников, выиграли чемпионат мира и так далее, и так далее, да? Так что, в общем-то, у нас хорошие перспективы на то, чтобы готовить серьезные кадры. А вот в самом начале, когда мы с вами говорили о том, как удержать, как уберечь кадры в стране и в наших городах, ну, конечно же, нужно пересматривать систему оплаты труда, да? Об этом все говорят специалисты. Нужно платить достойную зарплату. И вот, кстати говоря, буквально в эти дни вышла информация о том, что всем айтишникам предлагается льготная ипотека, да? Под 5% годовых. Это действительно очень выгодно и только для айти-специалистов. Так что, в общем-то, пусть это будут первые шаги, но вот за первыми шагами последуют и последующие, да, более серьезные действия, в частности, по оплате труда. Если мы будем хорошо платить ребятам, если будет жилье, если им будет интересно жить, то я так думаю, что все будет хорошо, никто никуда не уедет. Вот. Смотрите, да, важная вещь. Вот только что мы с вами сказали о том, что наши ребята выигрывают на первенствах мира. Конкурсы, да, конкурсы в регионах. Опять-таки, да, это все нужно поддерживать. Здесь у нас, в Дагестане, ну, на базе ДГУ, как флагманского университета, можно, мне кажется, тоже организовать, и ни один, ни два, пусть их будет десяток, да, конкурсов. Ну, тем более, что вот как бы Путин, да, призывает конкурсов с хорошими призовыми, но благодаря этим конкурсам, по-моему, можно, да, ребят как-то мобилизовать. Интересно будет? Пожалуйста. Вы знаете, да, вы верно сказали. Здесь с 2021 года Дагестанский господинский университет является площадкой для проведения так называемого цифрового хакатона. Мы проводили не раз, на масштабах всего региона, и онлайн тоже у нас было участие с других регионов Северо-Кавказского округа. И эту практику мы будем продолжать с учебного года последующего, вот, 22-го года. Конечно же, они финансируемые, конечно же, мы в рамках этого конкурса привлекаем и индустриальных партнеров, которые могут быть спонсорами, заказчиками каких-то проектов, и под эти проекты они выделяют определенные средства. Это являются, тоже такие конкурсы являются своеобразной площадкой для освоения новых компетенций, для внедрения существующих компетенций в практику. Различные структуры, бизнес-структуры, государственные структуры, они участвуют вместе с нами в таких конкурсах и подают, как бы, заявки на изобретение, там, допустим, начиная от Сбербанка, заканчивая министерствами, ведомствами. И, самое главное, их эксперты оценивают значимость практическую этих проектов. То есть, получается, что на этом уровне уже студенты, они прикасаются к реальному сектору, что нужно реальному сектору, какие задачи ставятся в реальном секторе, и затачиваются именно на выполнение этих задач. Дагестанский гос. институт является и площадкой других конкурсов. У нас на базе «Точки кипения» проходят различные молодежные конкурсы по молодежным проектам. И Дагестанский гос. институт вообще сам становился в этом году обладателем на 16 миллионов рублей проекта «Росмолодежи» и различные направления, там, и эти направления тоже были задействованы. Конечно, ВУЗ должен стать центром притяжения молодых, талантливых, мотивированных специалистов, исследователей со всех уголков нашего региона и страны. И в этом плане, конечно же, гос. институт является таким центром притяжения. И эту практику мы будем продолжать. Да, и ваши коллеги, студенты, преподаватели, ректоры других ВУЗов тоже должны иметь хорошие, крепкие амбиции. Амбиции для того, чтобы добиваться лучших результатов, выигрывать все первенства в нашей стране. Там, я не знаю, какие-то еще будут проходить. Ну, одним словом, каждый ВУЗ должен идти вперед, не останавливаться на достигнутом и получать как можно больше призов, побед, призваний и так далее, и так далее. Все это, безусловно, важно. Да, смотрите, да, у нас сегодня, у нас почему благоприятная такая вот основа, почва? Каждый ребенок, каждый школьник, они компьютеры любят, да? Они любят заниматься компьютерами. Другое дело, что вы предлагаете им программирование, да, более серьезные какие-то направления. Но из одного вытекает другое. Сначала ребенок играет в игры, потом он начинает программировать, да? Вот смотрите, да, вот сейчас информация как бы для родителей, да? То есть информационные технологии, IT-технологии, да, основанные на компьютерных знаниях и компьютерных технологиях. Это профессия, да? Вот этот вывод должны услышать родители, должны услышать, да? Это профессия. Профессия, которая, в общем-то, сможет обеспечить и семью, и, в общем-то, нормальное развитие, да? Это хорошая, крепкая профессия. Так что, в общем-то, этим нужно жить, этим нужно развиваться. И еще один вопрос, который не имеет прямого отношения к IT-технологиям и IT-специалистам. Но это, извините меня, вопрос сегодняшнего дня, это важно, да? Наша страна ведет специальную военную операцию. В связи с этим, как выясняется, у нашей молодежи и у наших детей возникает много вопросов. Причем на эти вопросы, в общем-то, я не знаю, как отвечают дома, но они эти вопросы, много вопросов, значит, переводят и в школу, и в университет. Пожалуйста, вот здесь, как налажена у вас работа? Что вы вообще делаете? Вы что отвечаете своим студентам, когда они задают вопросы о том, что происходит, что такое специальная военная операция, кто прав, кто не прав, как все это идет? Пожалуйста, вот здесь, как у вас это? С момента начала специальной военной операции руководством нашего университета была поставлена задача в соответствии с различными рекомендациями, письмами наших профильных министерств, правительства, о проведении профилактических занятий по, скажем так, просвещению, да, и самой в молодежной среде тех событий, которые происходили. И такие лекции, занятия мы проводили еженедельно со всеми курсами по всем направлениям. Очень хорошо. Политинформация. Да. Политинформация. Политический ликбет, скажем так. Да, да. Вы знаете, самое, когда я учился в школе, у нас, я, правда, учился за пределами нашей республики, но это было, по-моему, по всей стране, каждый понедельник в средних классах и старших классах начинался с политинформации. То есть готовился к этому политчасу и учитель, кто-то был докладчик со стороны учеников, и на основе газет, значит, эта политинформация проходила. В этот политчас, в этот урок, значит, кто-то из детей задавал вопросы, учитель отвечал. Ну, таким образом, на все вопросы учеников и студентов были даны квалифицированные ответы и со стороны учителей, и, как сейчас вы говорите, со стороны преподавателей. Все правильно. Еженедельно, да, проводите? Еженедельно. Очень важно, чтобы вся эта работа продолжалась, вся эта работа шла. На самом деле еженедельно нужно проводить политинформацию с детьми, там, старших, средних классов в школах и со студентами. Есть официальные источники, официальные средства массовой информации. Любой преподаватель может подготовиться, почитать, ну и, в общем-то, ответить на все вопросы. Все просто, да, казалось бы. Ну, важно это делать добросовестно и не пропускать ни одной недели. Заурн Амединович, ну вот, смотрите, да, еще раз хотелось бы от вас, как от профессионала, услышать напутственные слова, ну, может быть, тем, кто еще не определился, но кто очень любит компьютеры, компьютерные игры, программирование и так далее, и так далее. Пожалуйста, как им определиться? Вы знаете, есть одна такая ошибка, которая характерна для всех школьников. Они начинают в погоне за какими-то заоблачными профессиональными компетенциями в выбранной отрасли забывать о фундаментальном аспекте общего образования, о школе. Этого не нужно делать. Мы всегда говорим, что пока человек не научился, как бы, сесть за компьютер, он учится считать и вычитать, умножать и так далее. То есть он учится математике. В основе любого IT-специалиста лежит хорошая математика, хорошая физика, хорошее гуманитарное образование. То есть нельзя бросать... Согласен с вами. Да. Очень важно. Фундаментальный аспект, он очень важен, и мы готовим не просто специалиста, IT-специалиста, там, юриста, экономиста, мы готовим гражданина, культурного человека, который может жить и творить в социальном пространстве. Абсолютно правильно. А все остальное на уровне школы – это в рамках доп. образования. У нас есть точки роста, у нас есть IT-куб, у нас есть вообще система дополнительного образования, которая может реализовать конкретные какие-то прикладные компетенции. И выбор, если он очевиден для ребенка, для родителей, учитывая опыт, если есть, допустим, специалисты такого профиля в семье или там среди близких, или они уже заточены на IT-направлении, то он очевиден и как бы здесь. А для остальных детей мы призываем все-таки, не забывая о фундаментальном аспекте, заниматься дополнительным образованием. И в этом плане в Дагестанском госуниверситете есть все. То есть у нас есть лицея Академии Яндекса, у нас есть проект образовательной IT-школы, где, начиная с седьмых классов, мы реализуем мотивационные и компетентностные аспекты будущего как бы IT-специалиста. Все, спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас сегодня в студии был Заур Исмеханов, декан факультета информатики и информационных технологий Даггосуниверситета. Вам спасибо большое. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok